Ну, первое, что, конечно же, очень доволен победой, потому что команда, в общем-то, уже соскучилась по победам, а тем более, когда эти две победы пришли в официальном олимпийском турнире, наверное, каждый будет радоваться, и девчонки радуются, команда радуется, радуются, федерация радуется, все наши родственники, ну, наверное, вся Россия, потому что я знаю, какой инженанс вызывает сейчас, какой интерес вызывает Олимпиада на нашей родине. Что не получилось, в любой игре не может все получиться, у нас сегодня не получилось сдержать основную центровую бразилья на ГДСО. Но, с другой стороны, у нас открылись несколько игроков, которые, как бы, немножко потеряли вначале уверенность. Мы сегодня вновь увидели блистающую кузину, мы вновь увидели снайперские способности Евгения Белякова. Мы сегодня были рады, когда стартовый отрезок хорошо провела Наталья Жирик. Так что великолепно помогла на щите Надежда Гришаева и в защите навязала мощную борьбу против той же ГДСО. По поводу отдельных недостатков, ну, естественно, у нас, я их не хочу перечитать, потому что вряд ли они кому-то интересны, но у нас есть над чем поработать, и мы этим займемся в ближайшее время. Что ждете от игры, которая будет уже послезавтра с командой Великобритании? Великобритания – это очень такой крепкий орешек, и думаю, что сегодняшнее поражение Австралии – это, скорее всего, следствие той игры, которая прошла позавчера, потому что очень тяжелый матч был у Австралии, несмотря на, казалось бы, убедительную победу с двухзначным разрывом, тем не менее, эта игра, после каждой игры с Великобританией, команда, ну, ей надо долго восстанавливаться, потому что это боевая команда, быстро бежит, много атак, большая активность, много контактов, и ожидается, конечно же, тяжелый матч, тем более, что поддержка трибун, сами амбиции британок, они, конечно же, думаю, окажут им помощь, но нам нужно просто выдержать этот натиск и доказать свою силу. Что касается поддержки трибун, несмотря на то, что российских болельщиков здесь, в Лондоне, не так и много, тем не менее, вы чувствуете их поддержку? Мы ощущаем их, им огромное спасибо, потому что это настолько приятно, вот я обернулся за скамейкой, висят не только российские флаги, но еще надпись, тот же, Новосибирск, мне приходит такое количество смс-ок с поздравлениями, что там вся география не только России, там Советского Союза умещается, и думаю, что девочки и члены тренерского административного штаба, наверное, тоже самое, так что это очень приятно, и вообще, ну когда поддержка здесь, вот в этом, извиняюсь, в логове, неродном, это очень здорово, очень здорово.